С серебряными медалями за второе место вернулись воспитанницы отделения волейбола из Дюшор Мозорского нефтепрорватывающего завода «Жемчужнополесия», завоевавшая звание вице-чемпиона к республиканской спартакиады школьников в состязании в возрастной категории не старше 2008 года рождения. Мы дальше до финала, это уже хорошо. В тяжелой борьбе нам пришлось уступить в город Минск, может быть где-то не хватило сил, потому что игры были действительно сложные, потому что мы сыграли и с Брестской областью 3-2, и сыграли и с Минской областью 3-2. То есть команды примерно ровные, хорошие, поэтому играть было трудно. Не получилось, ну наверное не хватило где-то морально-волевых качеств, может быть по стечению времени начинаешь понимать, что может быть где-то надо было другую замену взять, поставить своевременно. Ну, все-таки спорт это не только техника и тактика, это еще и морально-волевые качества, командный дух, поэтому спорт складывается со всего, поэтому в таких играх и закаляется спортивный характер. Первый матч победа со счетом 3-0 над соперницами из Витебской области. Второй поединок снова Виктория. На сей раз со счетом 3-1 повержены оказались волейболистки Грудненской области. Последний групповый матч с командой Минской области и вновь жемчужная победа 3-2. Далее финал четырех, где стартовый матч завершился нашей победой. Со счетом 3-2 над соперницами Брестской области. И завершающий матч, которым наша команда вела 2-0, но уступила. В итоге 2-3 команде Минска, однако и серебряные медали. Признание тренеров сборной команды Республики Беларусь – достижение. 5-го числа будет проходить сбор для подготовки во вторых играх СНГ. С нашей спортивной школы приглашены Собойника София, Захаркевич Лия. И сборная тоже будет участвовать Братковская Марина. Конечно, для жемчужной полиции это действительно хороший уровень, потому что не в каждой школе может представлять страну на таких играх. Поэтому, надеюсь, девчонки отберутся, покажут хороший результат. Во-первых, это для самоутверждения, но и для нашей жемчужной полиции это тоже результат. Не сомневаемся, что в сборной команде свой лучший волейбол покажет наша талантливая пасующая София Сапоненко, которая что вспоминает сегодня о республиканской спартакаде школьников? Ну, соревнования были интересными, много игровой практики, играли достаточно хорошо, старались, работали. После соревнований, да, ощущается, что вот игровая практика все-таки нам вот пошла на пользу. Ну, сыграли, я думаю, мы хорошо. Чувствует ли в себе силы София перед тренировками сборной команды? Есть ли интерес у девочки к грядущим международным сражениям? Ну да, силы всегда есть и интерес тоже. Ну, а что сборной команде скажет еще одна наша жемчужинка полиции волейбола Лия Захаркевич? Или, быть может, девочка летом учебно-тренировочному сбору предпочла бы отдых? Нет, конечно, это все-таки игровой опыт. И я очень хочу, потому что там девочки, новая команда, очень великолепного уровня и хочется новые эмоции. Лия – одна из лучших центральных блокирующих средь девушек в 2008 году рождения. Собственно говоря, приглашение в сборную Беларуси тому подтверждение. А возвращаясь к республиканской спартакиаде школьников, еще одна ведущая волейболистка нашей страны, никогда не унывающая Татьяна Туркун. Когда мы ездили на спартакиаду, хотелось, конечно же, чтобы мы заняли первое место. У нас было, ну, мы старались, мы выкладывали все силы, которые могли, но мы заняли второе достойное место. К ведущим волейболисткам этой команды сборной Гомельской области можно отнести Александру Затворницкую, Татьяну Ротнову. Держали Марку Анастасия Дордаль и София Берковская. Поменьше играли, но всячески старались Виолетта Екеменко, Мелания Иовина, Алина Коксаченко, Александра Ермаковец. Также стоит отметить тренингский тандем Николаичей. Владимир Коноплевич и Илью Шпаковского, которые тоже готовили девочек, пополнивших дружину. Надежда Васильевна Рудаковская, завоевавшая серебряные медали. Республиканская спартакиады школьников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова